Дипломаты, секретари и даже обслуживающий персонал посольств, повара и сантехники. За почти 9 месяцев полномасштабного вторжения из стран Европы были депортированы 600 сотрудников дипведомств России. Две трети из них шпионили в пользу Российской Федерации, утверждает британская контрразведка. По словам главы ведомства, Кремль сейчас особенно активно пытается внедрить своих агентов в страны, которые поддерживают Украину. В случае с Великобританией, после устранения нами 23 российских шпионов, выдававших себя за дипломатов, мы отказали по соображениям национальной безопасности 100 российским гражданам в дипломатических визах. Мы продолжаем интенсивно работать над тем, чтобы сделать Великобританию максимально сложной оперативной средой для российских секретных операций. Для создания такой шпионской сети необходимо огромное количество времени и усилий. Кроме того, Россия таким образом дискредитировала свои дипведомства, утверждают эксперты. Теперь этот метод внедрения своих агентов для Москвы будет закрыт. Более того, по словам аналитиков, своими действиями Кремль нанес урон дипломатическим отношениям с Западом, сопоставимый с запретом виз. Для российских влияний в Европе посольства перестали быть достаточно эффективным инструментом. Ведь фактически они все под наблюдением и на сегодняшний день действует презумпция недоверия к российским дипломатам. Они становятся токсичными. То есть фактически Россия сделала себе медвежью услугу. Теперь любой работник российского посольства изначально уже воспринимается не просто как потенциальный агент, а практически как стопроцентный агент влияния. И, соответственно, коммуникации с ним выйти не могут в случае, если человек рассчитывает на собственную репутацию в дальнейшем. Поэтому, начиная от консульских услуг, заканчивая деятельностью дипломатической, представительской, для России на сегодняшний день она крайне усложнилась. Кремль начал шпионские войны еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину. Самым громким делом стало отравление в Британии бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля, ядом группы «Новичок» в 2018 году. А в 2019 в Германии был убит офицер грузинской армии, участвовавший в чеченской и российско-грузинской войнах. За этими преступлениями стоит ФСБ. В Ми-5 предупреждают, стоит готовиться к долгому шпионскому противостоянию с Кремлем. По словам военных экспертов, сейчас у Москвы открылись новые возможности, чтобы наращивать агентурную сеть. «Сейчас мы видим, что агентура может быть использована и свежая, идущая с потоком беженцев. Это достаточно большой поток. И люди, которые попадают в Европу, это не всегда пострадавшие от войны. А могут быть там жители достаточно пророссийской направленности, которые сознательно будут работать в России». Тем не менее, нынешний прогресс на Западе считают большим успехом. Однако в докладе Службы безопасности Соединенного Королевства указано, что усиленную шпионскую активность в последнее время начали проявлять и другие авторитарные государства. Речь об Иране и КНР. Данила Кобза для телеканала Freedom.